И потом везде можно козырять. Это патент. Поэтому я уточнил это ремонт. Ну и последнее, что я хочу сказать, и свое мнение, и мнение тех оценщиков, с которыми я хорошо знаком. Мы не против налоговой оценки в принципе. Мы против того, как сегодня воплощается в жизнь налоговый кодекс. Вот о чем разговор. Потому что сегодня все восприняли так, что вот мы старые оценщики, против вообще, чтобы там кого-то пускать и тому подобное. Да ради Бога, пожалуйста. Я в своей жизни подготовил 12 человек. 12 человек, которые у меня стажировались. Один из них работает в Штатах. Сегодня оценщиком. Понимаете? Поэтому, если бы я хотел кого-то не пустить, я бы не пустил. Поэтому еще раз хочу сказать. Мы не против. Мы за то, чтобы выполнялся закон, или кодекс налоговый, выполнялся грамотно. Спасибо большое. Заступна Людмила Туровская, генеральный директор компании «Эксперт Рима». Туровская Людмила, председатель Федерации работодателей в сфере оценки землеустройства в Украине. Я люблю цифры. И несколько цифр, чтобы не забирать ваше внимание, Дара. Мы только что говорили, что оценка автоматизирована. И оценщику дается одно единственное право – нажать на кнопку и получить результат. Какой результат? Типа таблички на одной страничке. Тогда возникает вопрос, смогут ли наши граждане оспорить такую оценку, которую однозначно на сегодняшний день мы с вами понимаем, мы получим низкого качества. Ответ неутешителен. И неутешителен по трем пунктам. Первый. Фонд госимущества, по сути, принял программу, я уже говорила, где отчет пишется на одной странице. Мы имеем с вами табличку без обоснований и без счетов. Но есть еще более интересный момент. Фонд госимущества формально, по сути, исключил проверку. А как и случилось? В июне 2012 года был принят приказ фондом госимущества оборять те работы аттестационно-рецензионной комиссии. И тогда возникает вопрос, а кто в этой комиссии? Оказывается, только представители двух организаций. Послушайте, двух организаций из девяти существующих саморегулирующих. Вопрос второй. А кто, какие члены там составил? Оказывается, руководители, которых нам сегодня показывали, из двух новообразованных организаций саморегулирующих. Граждане, или лучше сказать, господа Черныш и Каипецкий. А кто ж такой Каипецкий, сегодня говорили? Оказывается, это руководитель, почти рассказываю, как дом построил ЖЭ. Это оказывается руководитель саморегулирующей организации, а теперь вслушаемся, которая является учредителем частного института, который и распространяет за 80% программы, и института, действие которого лоббирует фонд госимущества. А еще кто такой Каипецкий? Мало того, он же член этой аттестационной комиссии. Именно он подписывает протоколы, именно он подписывает замечания, когда даются отказы с хозяйственным структурам для того, чтобы заставить принять правила игры и что? Платить дань. Дань разработчикам схемы. Когда мы говорим с вами о цифрах, я бы привела еще одну цифру. Вот смотрите, мы с вами сказали, оценка не очень качественная, если не сказать, что совершенно некачественная. Что она делается автоматизировано нажатием одной кнопки? Я задаю вопрос. Ну, если так все просто. Если не оценщика, а школьника, достаточно нажать на эту кнопку, скажите мне, пожалуйста, а зачем обучали оценщиков 3 месяца? И дальше возникает вопрос. А если мы посчитаем, а сколько же затратило это лицо на обучение? Не падайте со стульев. Более 10 тысяч гривен. Давайте посчитаем. Есть цифры, которые надо считать. 3,5 тысячи гривен за обучение само, полторы тысячи гривен за то, что дали свидетельство руководителю, тысячу гривен за то, что сдавал экзамен, командировки, гостиницы, транспорт, более 10. Вы знаете, частные заведения учебные скромненько за эти 3 месяца получили более 10 миллионов гривен. Но когда мы говорим, кто-то получил миллионы, давайте не забывать, что кроме этих миллионов, это капля моря по сравнению с 80% так называемых роялти, которые будет получать наш частный институт. И еще маленькая ремарка. Вот сколько вы учили оценщиков? 1,540. Вопрос. А они что, все начали работать? Они смогли организовать свои структуры? Нет. А почему нет? А их, оказывается, не допустили. А как не допустили? А дело, что мы уже говорили о сертификатах. Сертификаты-то не дали. А сертификаты только дали своим. Те, которые были ранее предназначены и четко определены. Извините, если будут вопросы дать, пожалуйста. Александр Григорьевич. Алексей, выписывайся. Голова управления Украинского ТВС. Добрый день, дамы и господа. Я хотел бы переключиться чуть-чуть на другой аспект. Я не хочу говорить о политике. Я буду говорить, наверное, на большей степени о социальных инспекциях, что принесет внедрение данной оценки и об ущербе государства. Но прежде чем на эту тему говорить, я хотел бы привести пример, к чему мы пришли. Чтобы поняли журналисты и наши люди. Сейчас фактически запатентован способ оценки. То есть это можно запатентовать способ подготовки интервью, способ кушать, способ спать, способ есть и далее, и далее, господа. То есть это абсурд. Совершенно правильно в первом блоге было показано, что страна у нас существует, непосредственно многие сказки не читают, но вопрос другого порядка. Что нельзя фактически, уведомительным порядком остановить весь рынок оценки. Нельзя в стране, которая считается страной с рыночной экономикой, заключать сделки, купли, продажи и налогооблагать доход гражданина не по рыночной стоимости. Нельзя страной с рыночной экономикой делать так, чтобы сделка была непрозрачной, непонятной гражданину. Скажите мне, пожалуйста, как можно заключать сделку купли-продажи и платить налоги со стоимости, которую люди не понимают. Объясните, кто-нибудь не понимает, как это считается. Люди должны знать прозрачность непосредственно определения стоимости. Если эта стоимость рыночная, как это во всем мире, она понятна. Рыночная стоимость. Люди понимают, что ее квартира стоит ровно сколько же, сколько рядом такой же типичной квартиры. Это я. Во всех странах, во всех странах мира, где непосредственно существует налог на продажу. А я хотел бы акцентировать внимание, что сейчас данным постановлением ввели в ОМАН все граждане страны и правительство тоже. Потому что оценка для налогообложения дохода это совершенно другая вещь, чем оценка для налогообложения имущества. Индивидуальная оценка при сделке купли-продажи во всех странах с рыночной экономики происходит по рыночной стоимости. И налогооблагается доходом не 5%, как у нас. В Соединенных Штатах 0,1%. Потому что именно там говорят, что чем выше налог, тем сомнительна сумма, по которой вы вписали сделки. Люди должны платить налоги. С удовольствием сложно сказать, но не боятся их платить. Это первое. Второе. А ответственность, как вы думаете, заказчик несет ответственность за оценку, которую сделало частное лицо, по стоимости которой не понимает заказчик, но он несет ответственность и оспорить оценку не может. Где мы живем? Четкая коррупционная схема. Что произошло? Статья 182 Кодекса говорит о том, что оценочная стоимость, хотя в 2010 году мы писали в Верховный Совет, когда Кодекс утверждался, что рыночная стоимость должна быть при налогообложении дохода граждан в случае продажи. Но оценочная стоимость определяется всего лишь на все в двух случаях, господа. Первое. Когда человек владеет менее трех лет активом и продает. И второе. Продает более одного раза в году. Эта норма была интересна в 2004-2005-2006-2007 год, когда шел рост в стране. И когда спекулировали на имущество, по 10-15 раз продавали. Да, тогда 5% налога на доход гражданина можно было ограничить. Сейчас, в принятии 2000-2007 годов кодекса, когда идет падение, налог взымается фактически с затрат. И самое главное, он взымается с валового дохода граждан. Он не взымается с разности между ценой приобретения и ценой продажи. Было бы логично, берется с валового дохода. Если вы купили квартиру, условно говоря, за 200 тысяч, а сейчас продаете за 150, то вы платите налог с затрат. Самое главное, что он должен взыматься всего лишь в двух случаях. Но, Министерство юстиции год назад выпустило наказ, что в незалежности вид по податкуванию, то-кто ЧАЕ 5% в ЧАНИ, выозначается от синочной вартости. То есть расширили количество применения оценок до 400-450 тысяч единиц в году. Это только по недвижимости граждан, транспорту. Сейчас вводятся все корпоративные права, запомните, все ЛТДшки, все законодательные общества. Если физические лица будут продавать, то там опять оценочная стоимость. Корабли, самолеты, инфекционная собственность полностью. И подтягиваются уже юридические лица. Это около полутора-двух миллионов транзакций. Умножьте на тысячу гривен, и мы получим деньги. Но юридические лица будут дороже. Почему сейчас цену не ниже 300 выслали применять? Потому что, обожгли, 12 компаний определили стоимость от 5 тысяч до 60 тысяч гривен. Прибегает юрист один и кричит, разводится с женой. Домовладение надо было срочно, это передременно назначение паркоразмодного процесса. И мы выставили за дом консезарта, консезарта 60 тысяч гривен. И он заплатил. В том году, когда все в ней работали или 9 дней. В этом году, перед первым августом, также цены поднялись. Но сейчас они поняли, что это один из аргументов оценщиков, которые работают на рынке, что мы, ребята, работаем по ценам, которые сложились на рынке. От 300 до 700-800 гривен. Поэтому указание 300, войти в рынок, отбить всех остальных 9 тысяч оценщиков, а потом уже трактовать. Вы же прекрасно понимаете, когда монопольное положение на рынке, то для вхождения это одно, а потом идет совершенно другая степень. Один из элементов, который мы сейчас не упоминали, но мы должны сказать. Господа, если вы надеетесь, что вы, созвонитесь с нотариусом, подготовите сделку за день-два, за день-два дня, вы ошибаетесь. Если сегодня оценщик делал оценку квартиры за один-два дня, то сейчас это 14 дней минимум, и заказчик должен расписаться на титульном листе и признать, что это оценка, то есть это оценка действительно, только с его подписью на титульном листе. Скажите мне, пожалуйста, в сельском населенном пункте как сможет бабушка приехать подписать лично? Как она сможет заполнить ангету? Это социальный взрыв. Самое главное, могу сказать, что ущерб государству, он пока не осязаем с точки зрения происходящего, но это ущерб моральный. Если мы идем в ЕС, то такого не должно происходить. Понятия оценочной стоимости нет ни в одном европейском и нет в международных стандартах. И налоговой оценки тоже в таком виде нет. Ввели в Оману, потому что я говорю, то есть есть понятие налог на продажу, я не закончил тогда в штатах 0,1%. А во многих странах, господа, во многих странах этого налога вообще нет. Я поясню почему. Потому что если человек за свои накопленные средства, законно заработанные, накопленный, потом положенный депозит, купил квартиру или дом, он уже заплатил все налоги. Извините, какой налог в продаже? За что? Или он должен быть не очень высокий? Тогда это будет понятно. А вот налог на имущество юридических физических лиц, который у нас сегодня пока веден с пометражного расположения, то действительно идет отстоимость. И тогда люди владеют собственностью в центре. Кто заможен, может платить. Кто не заможен, не платит. У меня пока все. Дякую. Нагадую, что это заседание по спорту Незалежного медиа про спилки журналистов в Украине за поддержку, за участие спільного бачения. И я позволю себе сказать, что это не конференция, а именно заседание. Вы, шановні коллеги, можете брать участь, ставляючи запитания, або висловлюючи свои позиції. Это ваше право. Я с вашего дозволу, сказано было очень много. Я коротко резюмую. Насколько я зрозумів, досі існувало римок оцінювания, но знайшлися діячі в фонді «Держмайна», которые решили, что нужно его можно реализовать. Они создали систему, с которой допускают только те, кто вигідно им, только те, кто не будет выступать, и за допуск на этот римок нужно платить непоганую сумму грошей. Кроме того, они создали новую ситуацию, когда оцінювач, отримуя свои примутки, фактически новый податок. Вони 80% от своих примуток должны платить приватному институту, который, де-факто, контролируется все тими же діячами из фонда «Держмайна». Если я неправильно вы меня поправите, но у меня вопрос, и также запрошу вас до беседы, каким образом у нас, справедливо, наступный крок, у нас должен уже выбирать квартиры. Каким образом, это отбудет? Как совершенно верно сказал Алексей, схема оценивания, мало того, что она на сегодняшний день противоречит действующему законодательству Конституции Украины, она еще и приводит абсолютно однозначно к целому массиву ошибок при оформлении недвижимости граждан при купле-продаже на данный момент. Причем за каждую ошибку, согласно тексту постановления 231, ответственность несет ни отценищик, ни фонд, ни нотариус, а заказчик. То есть гражданин, который покупает или продает недвижимость. Таким образом, возникает совершенно конкретный риск того, что сделка, совершенная, оформленная с ошибкой, в том числе, если ошибка будет содержаться в процедуре оценки, будет признана недействительной. А что у нас происходит в результате недействительной сделки? Вы, наверное, следили за ситуацией с недвижимостью господина Карнацкого. в свое время с его земельными участками. Вы знаете, что происходит у нас в таком случае. Аннулируются правоустанавливающие документы и недвижимость переходит в доход государства или того, кто оказался рядом и чувствует в себе силы для того, чтобы эту недвижимость схватить и забрать. Вот вам первый риск. Второй риск. За результат оценки, за процедуру оценки несет ответственность заказчик. За результат оценки тоже несет ответственность заказчика, как это ни странно. Хотя есть субъект оценочной деятельности, у него есть сертификат, есть директор, который проверяет этого оценщика. У него тоже есть сертификат отдельный. Есть институт качества, который проверяет оценщика. У него тоже есть сертификат. Есть экспертная комиссия, есть подгосударственное имущество, которое проверяет качество оценки. Пять органов проверяют качество оценки, а ответственность за результат несет кто? Заказчик. И если вот эти все товарищи где-то нахомутаются результатом, а это элементарно можно сделать, если вы почитаете материал, предоставленный самими вот этими организаторами, размещенный вчера в прессе, там одна коллега продемонстрировала журналистам работу программы и сказала, вот видите, как замечательно получается. Вот мы оценивали, оценивали и получили ниже рыночной. Так что не переживайте, налогов много платить не будете. Это вчера было сделано перед камерами. Это что мы получили? Мы получили заниженную стоимость для налогообложения. Любой прокурор вам два счета нарисует уголовное дело об уплате, об уклонении от уплаты налогов. На кого? И на оценщика. На заказчика, опять же. Потому что два счета можно доказать, что вот эта штукатурка описана заказчиком неправильно, как там он по телефону рассказывал об устройстве своей квартиры. Элементарно можно доказать, что вот эти светильники стоят больше, чем сказал заказчик-оцельщик. Элементарно можно сказать, что половое покрытие вот этого стоит больше в магазине, чем он сказал, оцельщик. Можно элементарно притраться к техническому состоянию дома. Сказать, что заказчик сказал, что оно плохое. Пришел оценщик, например, перепроверить. А плохое состояние дома, это когда он уже сносится. На самом деле. Человек сказал, у меня дом в плохом состоянии. Оценщик записал, в плохом. Потом пришли перепроверять, а дом стоит. Значит, он в неплохом состоянии, он в удовлетворительном состоянии. Чувствуете разницу? А это занижение на 30% стоимости. Сходу. 30%. А на объемах 5% от стоимости квартир это особо крупный размер. Вот вам риск номер два. Мало того, что человек рискует лишиться квартиры в результате, он еще рискует попасть под уголовное преследование. На ровном месте, совершенно, ничего не сделав противозаконно. Следующий риск. В следующем году нас ждет реформирование системы налогообложения владения недвижимости. В этом году схема не заработала, где налог считался от квадратного метра. В следующем году нам обещали налог от рыночной стоимости. Внимание! Давайте подумаем, а откуда будут брать налоговые органы, рыночную стоимость, недвижимость? Всей в стране недвижимости рыночную стоимость. Вы представляете себе колоссальный объем недвижимости, которая находится в Украине? Это порядка 30 миллионов квартир, домов. Нелегу. Откуда возьмут рыночную стоимость? Что кто-то заказывал в каком-то научном институте катастрофы в цене? Нет. До сих пор нет таких работ. В бюджете деньги на это не выделены. Никто не разрабатывал никакой концепции. Никто не предложил никакого подхода научного, как оценить всю недвижимость в стране. На Западе это делают специализированные институты по государственному заказу. Они строят катастрофы недвижимости, так же, как катастрофы земли существуют. Существуют на Западе катастрофы недвижимости. Проводятся исследования рынка, проводятся исследования технического состояния, вычисляются, выводятся очень сложные математические модели. На их основании делаются катастрофы карты и катастрофы оценки. Желомые коллеги, Вы уже говорили достаточно много, великий массив информации. Я думаю, что у наших коллег какие-то вопросы или желание выступить и оценить их. Если кто-то хочет, пожалуйста, выразить здесь. А микрофон можно передать? И назвать, пожалуйста. Александр Арашин, Вінниця, оцениватель стаж работы с 2001 года. Я хотел бы, чтобы наши коллеги, оцениватели, которые работают в Таташне 1-2, рассказали про квалификацию тихоценивателей, трафик, генею, мабуть, и научились працювать, и эти делали практически все. За какие-то тежды два. очень четкий и точный вопрос, как выстрел в десятку. Почему? По сути, вы помните, я только что говорила, что граждане почти не имеют варианта побороть каким-то образом новоявленных оценщиков, если им сделают оценку неправильно. Оказывается, есть один выход. Наши новоявленные оценщики получили квалификационные свидетельства, которые сегодня можно, по сути, считать недействительными, потому что они были выданы в нарушение законов и нормативных актов. У нас есть закон профильный, по которому сказано, что любой субъект, оценщик, должен обучиться, а потом пройти годичное стажирование. Стажировка людьми годичной не была проведена. Вторая часть. Они учились вместо 505 часов 80. То есть на сегодняшний день мы можем говорить, что о качестве работы таких оценщиков можно говорить в сомнительном, в ориентировочном варианте мы будем получать отрицательные негативные оценки и у нас будут судебные расследования. Одно за одним. Баска, кто еще хочет высловиться, прошу назвать. Задмин Геннадий оценщик более семей лет стажа. Я хотел бы уточнить еще один недостаточно у нас по этому же вопросу. Мало того, что на обеспеченных оценщиков выпустили буквально за две недели. Я хотел бы просто, чтобы журналисты, я не буду называть никаких цифр, посмотрели соотношение. Вот сидит председатель украинского товарища отзимовщика. Он не даст собрать. Сколько людей находили в этом суббеке? 1260 человек. То есть фактически это одна из самых мощных организаций объединяющих оценщиков. Эта организация не представлена ни в одной из новых структур. Ни в одной. То есть ни в новой аттестационно-резерененной комиссии не нашлось ни одного голоса от 1500-150 человек, которые пробыли на рынке ни год, ни два, ни три, которые стояли у истоков этой оценки. Зато там есть новоиспеченный оценщик. И я бы хотел еще обратить внимание на то, просто на тот количественный перерез оценщиков по третьему направлению. Новых оценщиков. Ведь фактически из новых оценщиков, улучшивших права сейчас проводить оценку, ставят оценщиков нету вообще. Спрашивается, 9000 оценщиков, имеющих высшее образование, имеющих экономическое, юридическое или строительное образование, они что все? Они хотят работать? По словам головы фонда державного мэна так и есть. Он на пресс-конференции в открытую залию. Мы предоставили возможность всем. Так что, 9000 человек, которые сейчас работают на рынке, не изъявили желание работать? Изъявили желание работать 120 человек за неделю выучившихся. Ну, это смешно. Я хотел пара. Может, у журналистов есть запытания? Может, было как название? Сергей Сегипа, агентство 24 Юри. Мы сегодня стали свидетелями такой квалифицированного разговора и очень такого тревожного. Вот скажите, мы понимаем, что мы сейчас перед перераспределением рынка услуг кто виноват, понятно, а что делать? Вот мы услышали, и что делать? Этот беспредел не сегодня, завтра коснется каждого. Правильно сказали, что мы в той или иной степени властники и что делать? Пришла новая банда, извините, тех, кто профессионалы работали годами, то есть договорняк набрали новых, которых как бы обучили, раздали за бабло какие-то свидетельства, и что теперь? Можно ее, да, ответить на вопрос? Ну, первое, что необходимо, это отменить постановление 331. Это самое... Ну, чтобы пречить законы нагруженные звучания, да? Ну, чтобы пречить законы, правотинку майна. То есть была спроба под кабмину в Несты проек закону правотинку майна с минами Египта легала в русло постановок. однако нам удалось в этот период времени весенней сессии все-таки не допустить, чтобы этот законопроект рассматривался, потому что они хотели ввести постановление подкрепить законам изменить. А кто бы уничтят вы вы бы сняли? Откуда пошло? От кабинета министра пошло. Дальше. Ну, а дальше. А в чем суть? Что делать? Первое постановление. Второе. Дамы и господа, я вас прошу. Нету никакой новой специальности налоговой оценщика. Это блеф. Полный блеф. Ее нет. Чтобы вам было понятно. Это если завтра с утра вы приходите на работу и те, кто пишет на экономические темы, теперь вам говорят, что вы должны теперь по определенному способу запатентованным в таких-то рамках на 2-3 колонки писать интервью на экономические темы. Для этого вы должны будете. Вы уже журналист, у вас есть специализированное образование, но вы еще должны будете пройти обучение как писать статьи на экономические темы обязательно и ваш директор, редактор тоже должен пройти экзамен. Сдать экзамен и потом только лишь купить патент на право писать по такому способу статьи вы теперь сможете писать на экономические темы. Понятно? По-другому можно сказать следующее завтра во всех парикмахерах стригут под полубокс. Девочки не радуются. Вас стригут под полубокс, потому что так запатентовали, так выгодно, так удобно всем быстро. Вот чем проблема? Что совершенно аллогичная схема с точки зрения рынка, с точки зрения влияния на экономику страны, потому что год назад, когда отменили в июне месяце тупо становление наказа фонда имущества и минюста, украинского общества оценщиков предложила в кабинет министров непосредственно как контролировать качество и оценщиков. Что получилось? Часть взяли в эту постанову с точки зрения регистрации отчетов на сайте фонда у нотариусов. Это естественно и нормально, когда регистрируются все отчеты, чтобы не было лишних отчетов на рынке. Назовем так, как некрасиво, левый, неправильный, по которому совершаются сделки. Это естественно. И также мы предложили и сказали, что ответственность оценщика должна быть, как она есть у нас в кодексе и административная и уголовная в случае совершает ответственность оценщика. Однозначно. И это есть у нас в кодексе. Ведь все оценщики прекрасно понимают, что наполнение бюджета страны очень важно. Если мы идем в Евросоюз, там есть и налог на имущество граждан, и налог на доход. Только они регулируются. И именно поэтому мы сделали совершенно нормальное предложение. Люди не любят платить. Так вот налоги за рубежом занимаются следующим образом. Когда продают или налог на имущество, есть рыночная стоимость или 50% от рыночной стоимости. Человек понимает, его квартира стоит за метр квадратный тысячу долларов, а с него налог приют 500 или 700. Или минус 20, или минус 30%. Человек тогда понимает, да, но берется с разницей между затратами на приобретение и непосредственно продаж. Поэтому выход один, жить цивилизованно. У нас есть закон об оценке имущества, которое вполне цивилизованно. У нас есть национальные международные стандарты, которые также цивилизованы. Но в них вносятся сейчас изменения. Это же первый шаг. Отодвинули, условно говоря, от общественного регулирования оценщиков, работающих на рынке, вносятся изменения под свои схемы. Под колоссальный деньги оборот оценочных услуг. Когда 10 тысяч оценщиков выполняют эти работы, это каждая существует, работает небольшая фирма, она доступна. Человек в любом селе пришел и заказал оценщику. Сейчас же проблем нет. Ведь сейчас же 2010 года все работают, проблем нет в том, что кто определяет плохой оценщик налоговый или те, кто работает. Господа, задумайтесь. Сейчас проблем нет. Люди как совершали сделки, так и совершают. И тут вдруг. Богдана Бабич, скажи, пожалуйста, это, что нам относится лише продаж нерухомостей или спадка? У меня оформление спадка, так? В целом плане. Когда кто-то хочет оформить спадок, заповедь, и так далее, не писается. Нет, не писается. То есть, там вы спадаете маленькая доля на рынке. Маленькая доля на рынке, она интересная, вызывает и будет вызвана консультив. Купый продаж, да? Я маленькую добавочку хочу добавить одно предложение. Когда Алексей Дмитриевич говорил, он сказал, их мало. Вы подумайте, 5% придет сегодня только на рынок. Всего 5%. Монополистов. Естественно, что получится? Конкуренции нет, а монополизм и цены взрастут. Ну, пусть не сегодня, сегодня им не разрешили. Ну, тогда с февраля они поднимутся в 10 раз. Так, как они поднимались в прошлом году. Я хочу дополнить, вернее, подрезюмировать то, что сказал Алексей Дмитриевич на вопрос, а что же делать, да? Ну, во-первых, уже было сказано отменить постанову 231. Это очень правильное решение. И я думаю, что еще можно было бы сделать, но только это не от нас зависит. Вот недавно сменился министр юстиции, а министерство юстиции, как известно, очень сильно продвигало эту тему, по-другому это не назвать. Лавринович ушел, теперь есть Лукаш. Лукаш еще, возможно, не в курсе всех событий, которые происходили, но мы донесем до нее эту информацию. Я надеюсь, она прислушается. но еще есть фонд госимущества, то есть Рябченко, который в прошлом году сам признал, когда приказы фонда госимущества, которые в этом году продублированы этой постановой практически, были отменены эти приказы через две недели. И Рябченко сам сказал, ну, рынок не готов сегодня к тому, чтобы ввести такие изменения. По сути, ничего не изменилось, но, видать, рынок подготовился, хотя я не вижу, где. Так вот, у меня есть еще один пункт того, что нужно изменить. Я думаю, Рябченко сам должен попроситься в отставку, как не оправдавший надежды тех, кто является его подопечным, то есть оценщиком. Спасибо. Я, шановные коллеги, триваю заседание в пресс-клубе незалежной медиа в пресс-клубке журналистов. Нагадую, это заседание на пресс-конференции, поэтому вы тоже можете брать в этом участие и спортирование в этом поддержке. поставить запитание, но особенно все-таки дужманалистов заклик. Но и другие так же могут брать в участии. Канал СССР, скажите, пожалуйста, как признать на вашу роль в будущем в Украине по целям целью маяна? Кто хочет? Если мы не достучимся до правительственных органов, которые в состоянии принять адекватное решение по этому вопросу, то есть отменить постановление 231 и сесть за круглый стол с общественностью по разработке новой методики взимания налогов, схема может выглядеть следующим образом. Рынок немножко подготовился в том смысле, что люди постарались закрыть сделки до 1 ноября. И в ноябре-декабре мы будем наблюдать на рынке недвижимости затишье, то есть оформление сделок будет минимальным и существующие налоговые оценщики где-то как-то будут с ним справляться. Если у нас начнется рост рынка недвижимости, то справляться они с ним не будут, им придется расширять фириальную сеть и для этого в том числе понадобятся дополнительные затраты, придется поднимать цены. До февраля месяца действуют отчеты октябрьские, сделанные еще по старой методике. С февраля старые отчеты действовать не будут. У налоговых оценщиков будет полная свобода действий, в том числе в аспекте установления цен. Мы ожидаем очень серьезный рост цен с февраля месяца на оценочные услуги. В следующем году мы ожидаем то, что я говорил, то есть начнут выстреливать вот эти риски, начнется практика взыскания недоплаченных налогов через суд, в том числе с конфискацией имущества. Это мы будем наблюдать уже в первой половине следующего года. Кроме того, в следующем году налоговую оценку, вот как я говорил, платят все, по принципу платят все, будут расширять на налогообложение владения. То есть если сейчас мы говорим о сделках, о доходах со сделок, то в следующем году будет предпринято обязательно на налогообложение год. Продолжение следует...